Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Признался девушке в своих чувствах, потому что не могу больше терпеть и все держать по себе. Нужно было высказать свои чувства, эмоции и все, что на душе. Она сказала, что не сможет ответить мне взаимностью и уже нашла своего человека. На самом деле у нее никого нет, это 100%. Был болезненный разрыв в отношении с молодым человеком, долго отходила, вроде как отошла, вышла из всех отношений. Я принял этот отказ и 3 месяца у меня общалась. Пока я не поздравил ее неделю назад, с днем рождения, написал. Она ответила, что думает обо мне и хочет со мной разговора, как бы она себя не вела. На данной минуте считает, что момент неблагоприятный, характер у нее сложный, легко обижается, просто за долю секунды, думает, что я интригую против нее. Откуда эти мысли сложнее сказать? Может, сама накрутила, может, влияние от третьего лица, но не в любом смысле, а кто-то может давать ей нехорошие и ненужные советы. И это заставляет ее относиться ко мне недоброжелательно и неосторожно. Как это понимать? Никаких интриг против нее я не плету. Ну, вы знаете, вот я бы выделил, конечно, этот момент, связанный с тем, как это понимать. То, что вы, вот, по большому счету, получается, описываете. Я бы это выделил. То есть, вы несколько, на мой взгляд, идеализируете девушку, потому что, кто бы на нее ни влиял, обида у нее, там, на вас или на кого-то еще, появляется по ее собственной инициативе. Мне, из-за влияния другого человека. И она, скорее всего, такой останется со сложным характером. И если вы, к примеру, не готовы такой ее принимать, да, если вы уже сейчас называете ее характер сложным, то, быть может, вы не очень подходите к друг другу, потому что, ну, вообще говоря, сложно о сложном. Очень сложно общаться с человеком, который все время обижается. И если не иметь достаточного опыта для взаимодействия с этим, то можно достаточно легко скатываться в ссоры, в конфликты и так далее. Поэтому здесь дело не в том, что, там, кто-то накручивается или она сама. Дело в том, что у нее такой характер. И вам нужно определиться для себя, принимаете вы это или нет. Если принимаете, то вы просто подстраивайтесь при нее, просто ведете себя так, как ей нравится. Хотелось бы обратить внимание, что вы просите помочь разобраться, но лично я не очень понимаю, в чем именно. В девушке, ну, это невозможно, потому что она третье лицо в данном случае, все обращайтесь к нам, к нам, вы и помочь, соответственно, можем мы только вам. Мы не можем говорить о ней. Это было бы нарушением профессиональной этики. А вы про себя пишите только следующее, что я не мог больше терпеть своих чувств, а мне нужно было их высказать. Это здорово. Вопрос в том, что это за чувства. Знаете, потому что... Я не сторонник того, чтобы свои чувства сдерживать, но и не сторонник того, чтобы путать. Одни чувства с другими. А в вашем случае, как мне кажется, есть большая такая вероятность, изрядная такая вот вероятность, что вы путаете свои чувства, что вы подменяете одни чувства другими, к сожалению. И мне кажется, что вам нужно с этим разобраться. Вот. А вы говорите, да, что я не могу больше терпеть и так далее. Ваше поведение, о том, что вы выбираете такую вот недоступную, достаточно, получается, проблемную девушку, может быть связанную с тем, что вы боитесь близких отношений, серьезных отношений. Потому что с такой девочкой серьезные отношения, доверительные отношения построить не получится. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Еще хочется обратить внимание, что вы как будто бы много энергии тратите на ее жизнь. Вы говорите, что она рассталась, вы пытаетесь объяснить ее поведение. Это говорит о том, что вы не доверяете себе, потому что вне зависимости от того, что происходит у девушки в жизни, вам-то все равно нужно опираться на себя и продвигать свою модель поведения и продвигать свои интересы, свою позицию, какой бы она ни была, какой бы эта позиция ни была. Вот. А тут чувствуется некоторая нерешительность, неуверенность в себе, может быть, тревога и сомнения. Девочка это чувствует, соответственно, обида может быть проявлением тревоги. Но обида также может быть проявлением и определенных ожиданий. И если человек не видит в этом свою проблему, то могут быть серьезные трудности, как у вас, так и у нее в целом. Вот. Из какого чувства вы поздравили ее с Днем Рождения? Это важный момент. Что для вас означает, что она накручивает себя? И по своему опыту я могу сказать, что когда человек спрашивает, как это понимать, он уже сам что-то понимает, но отказывается это признавать, отказывается в это верить. И вам, на мой взгляд, нужно помочь признать то, что понимаете вы сами. Вот. То, что вы понимаете сами для себя, то, что вы чувствуете в этом и является вашей реальностью. Не обязательно, совершенно не обязательно, что такая же реальность будет у девочки. Это нормально. Вот. Понимаете, да? Поэтому для начала я бы несколько подсчетче сформулировал бы свой вопрос, в чем именно вы хотите разобраться, что именно вам не понятно. А дальше уже, как бы, помочь вам вступить в контакт со своим отношением к этому. Ну, давайте вот так вот. Как вы относитесь к тому, что девушка обидчива, ну вот в принципе. Как вы относитесь к тому, что девушка себя накручивает и может быть внушаем? Вот в принципе, какое у вас к этому отношение? Что вы чувствуете, когда с этим сталкиваетесь? Как вы на это реагируете? Понимаете? Потому что это не изменится, скорее всего. А если вопреки этому вы все равно хотите строить отношения с человеком, игнорируя свои чувства, игнорируя свои ценности, игнорируя, может быть, свое непринятие этого, что нормально, то получается ломка. А все будет, когда влюбленный стресс пройдет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи!